всем привет с вами эндумер внезапно до удивлены да я тоже не меньше инди-хоррор сто лет у нас их не было но вот решил я внезапно записать у меня уже очень очень долгое время лежат несколько инди-хорров в том числе которые мне очень просили пройти и все никак не доходили до них руки но вот момент настал по вторникам раньше когда-то выходили инди-хорроры по пятницам моды вот коль скоро сегодня вторник будет инди-хоррор надеюсь возобновить традицию теперь по вторникам мы периодически в них будем играть и первый из них я выбрал который называется кейнин то есть собака или что-то собачья но вы знаете lingua latina non penis canina поэтому что-то из этого в общем какой-то хоррор про собаку выполнены в стиле по playstation 1 что ли или что типа того давайте посмотрим здесь есть очки кстати 0 очков игру не смотрел не играл поэтому будем все вместе делать вот есть x есть дискорд ничего не работает ничего не интересует версия 1.3 параметры язык русский fov 100 на радость джорджу нэшу по ней не про джекшн какой-то включен полный экран и вертикальная синхронизация ok новая игра и подрыг собаки начинаем внезапный инди-хоррор томми отсутствует уже три недели мне позвонили анонимные сказали что он находится в клинике умбрал держись томми я иду за тобой умбрал надо же кстати томми видимо на картинке за мне почему настроение такое игривое совсем не под инди-хор в sd двигаться легче вбежать лифт клик бросить поднять мяч и взаимодействует вроде ничего сложно ой сенса правда какая низкая ладно это сейчас на мышке себе сделаю щас подкручу но что-то на на типа вот такого вот такого да окей у меня есть мяч у меня есть кстати стамина бежать я не могу постоянно оттуда мы пришли чем-то мне это напоминает уровень славился который был про snowman и где мы ходили по мурманску по его родному городу и как бы держись томми я иду за тобой и ничего больше папам сидит живой здравствуйте я графический дизайнер по тебе кстати видно меня зовут карли тос клиника для животных убрал извините я никогда не слышал об этом но я видел как некоторые парни перевозили много собак и кошек в другом переулке мне показался довольно подозрительным в любом случае у тебя есть лишняя мелочь нет мне даже ответа для тебя не найдется не то что мелочи кстати сразу видно товарища графического дизайнеры но он бы мог быть кем угодно он бы мог с тем же с тем же успехом быть каким-нибудь к музыкантом или художником так ладно пиро перди до пропал к сожалению собака не люблю такие объявления всегда когда вижу их в жизни начинаю очень сильно грустить и неважно кто пропал человек ли кошка или собака всегда неприятно не не перди короче игра видимо к этой итальянской или испанской никогда не видел разницы между италии и испании есть мяч кстати мяч у меня видимо всего один если я его бросил мне по ходу его надо поднимать обратно да на мяче написано томми почему с одной м не знаю интересно кстати как здесь по громкости окей здесь даже нет настроек после того как ты зашел в игру потому что если здесь тихо то я ничего с этим сделать не могу да это кажется и кажется кажется это итальянцы это не лучшее место для такого мальчика как ты вы ищете свою собаку откуда он знает в последнее время здесь пропадает много домашних животных я думаю что это теневая клиника для животных как-то связано с этим будь осторожен мальчик слышь сам ты мальчик на ладно я не гордый присяду перед тобой на карачки и заберу обратно свой мяч и уйду во своя си окей карные в общем мы не одни в этом городе это уже радует хотя город выглядит супер стрёмно идет дождь темно почему пошли вообще искать собаку ночью но радует меня то что мы хотя бы не одни в городе есть бомжи и скиты сутенеры которые стоят забросив ногу на стену и называют из мальчик там кстати менты стоят впереди также есть кэфи и спринт предательский просто маленький он так быстро заканчивается окей по правилам всех инди-хорроров надо идти на свет это я помню интересно вообще хоть что-нибудь в долбанной игре слышно вот тут по бесту не особо ну ладно будем слушать меня и шум дождя о по ум брал open open действительно клиника умбрал как символично привет есть там кто-нибудь я должен найти моего маленького томми лучше пока держи мяч у меня так это видимо томми слитый гибрид собаки человек исследование потенциала полубога часть 1 аннотация в этом исследовании изучается возможность влияния собаки и человека который может привести к появлению полубога с помощью передовых методов генетической модификации днк обоих видов был объединен для создания гибридного организма субъекты подвергались ряду физических психических и метафизических тестов чтобы определить степень их способностей а игра-то интересно о чем кто будет нас мочить кто будет испугать ла антасала дала муэрты не знаю что ты знаешь по муэрта это смерть или что-то вроде того это было чертовски хорошая радиопрограмма вот они собаки что делать в этой долбанной клинике кажется специализируются только на собак могу я уйти отсюда нет не могу мир увы не столь открытый я не так уж и много играл в игры на плейстейшене первым мне в детстве не было я только брал его как-то в аренду у друга и играл в человека паука первого и в в в в в в в диабло 1 прошел их обе все больше ни во что не играл но я узнаю этот стиль безошибочно ты заяц потух свет понял мы играем за алису надо следовать за белым кроликом руки но мне больше интересно кто будет пугать самое главное да что ты постоянно останавливаешь вот он постоянно останавливает и приближает камеру да вижу я этого зайца или вы скример мне хотите выдать что самое главное где хорах это быстро понять кто враг и что он с тобой может сделать мы с вами умные прошаристые мы знаем что если враг не убивает то не хор вообще не страшный и может статься то что врага то как такового который будет нас чейзить нет опа дробовик бери я не умею стрелять к разница научиться на ходу поле знаешь вылетают откуда зачем мне это вообще нужно бери вот это самый главный дебилизм всех героев хорроров да бери главное что патроны там были слитый гибрид собаки человека исследование потенциала полубога часть 2 методы генетический материал был взят у замца немецкой овчарки и самца добровольца днк объединили и гибридный плод был имплантирован суррогатной собачьей матери гибридного щенка выращивали и обучали пока он не достиг зрелость окей значит эти вот журнал это то что нам поведает историю это красивая картинка ну да ничего такая что там айсберг нарисован хотя в подобных пикселях тяжеловато определить айсберг это или морда собаки ладно опа кровь внезапно 4 рука автоматически потянулась палец на f6 но вы здесь это не прокатит в общем в общем а если просто скримеры никто за нами не бегать не чистит не убивает настолько если есть оружие то это тоже ok но мне ясно дали понять что оружие не будет главный герой у нас слишком умный для того что пользоваться дробовиком туалет с зеркалом в котором полно крови я что в третьем думе что ли зачем ты сел на карачки перед унитазом это у тебя рефлекторная что ли привычка он шит трясется мне такое ощущение что как будто он вспоминает был и деньки не надо вставать не надо сидеть перед унитазом это не есть хорошо там кстати камеры работают так вот она кстати это овчарка полубок ничего не говорит он глядя на нее тут кровь ну давай показывайся кто ты оба я слышу кстати рык тихо и слышу рык и рык вот за этой дверью или стеной чтобы это не было кстати я по моему могу ее открыть но мне кажется что это будет гимовер ну давай попробуем томи ты это я ничего не вижу не должен найти способ включить свет а это просто темнота а зайти туда не могу что нет не могу так кажется томи тут немножечко спятил немножечко покушал и одним мячиком угомонить его не удастся ладно это кажется офис не хватает предохранительным как обычно в любом анти-хорроре есть предохранители тут сатир какой-то человек сбрасывающий собственное лицо такие два человека с гигантскими собачьими головами монстр в человеческой маске это все ясно делать что надо так включить ключ от шкафчика получен башка собаки тут-то повернутый на собаках робин сабжик док краткое введение в испытуемых шакальный проект шакальный может образцы проекта чакал имя макри возраст неизвестно тест несовместима статус сбежал макри был огромной проблемой для персонала из-за своего неукротимого темперамента и ненасытного голода результаты показали что он не подходит для проекта мы пытались избавиться от него но обнаружили что он сбежал из наших установок как это все еще загадка имя томми возраст 5 совместимость жив тесты пришли к выводу что эта собака не может быть идеальным сосудом для бога но мы можем использовать ее для других целей его высокая совместимость днк делает его кандидатом для других небольших проектов в любом случае судя по тому что показали тесты он слишком слаб рубин возраст 2 совместимость жив мутировал продукт мутации скелета и мускулатуры экземпляр начал ходить на двух ногах и увеличился в размерах в пять раз он развил способность вмешиваться в электрические системы часто вызывая проблемы с освещением помещений у нас это полностью под контролем слабость он ним он не может не гоняться за мечами еще собака понятно стало быть кажется что рубин это как раз таки наш враг который вырубает везде свет рычит и контриться броском мячика все это все но сдается мне что легко не будет потому что мячик у меня всего один всего один и если я его бросил мне надо его подобрать а если его бросил это значит то что за ним побежал рубин и это 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 не есть не есть хорошо так что вы еще от меня хотите чакал шакал макри рубин понятно в общем рубин теперь а звери уходит на двух ногах а можно ли сказать про собаку что она озверела наверно можно все еще не могу сюда зайти ключ а шкафчика от какого томми да я понял хорошо я взял ключ и шкафчика но не вижу шкафчика в директорском офисе тут же не шкафчика вот между на свете я люблю делать с клейким и дихорах это прям не мой конек мне здесь очевидно ничего вообще нет кроме вот этих вот стен о анатомии физиологии физиологии животных окей это я видел причем не все шкафчики интерактируем и почему-то не знаю почему и везде написано одно и то же странно это довольно ну ладно окей а где очевидно что шкафчик не здесь начнут возвращаться обратно сейчас скорее всего выбежит рубин до рубин не выбежал значит продолжаем искать найти шкафчик ну на при этом туалете скорее всего сейчас что-то должно измениться на моем обратном ходу благодаря чему я должен понять что мне делать дальше я все жду когда рубин побежит за мной а от этого шкафчик а по вопросительные знаки слушаю чувак мне скажи реакции кто поставил эту решетку неужели рубин ключ и шкафчик вот так вот вот он предохранитель получен ну что ж пошли обратно через рубина но меня в любом случае должны познакомить с рубином правильно потому что очевидно что он враг если он гоняется за мячиком то очевидно что надо с ним делать но вопрос в том как я буду получать забирать мяч обратно вот в этом вопрос что это был за грохот так рубин окей в любом случае там теперь есть свет так ладно вот это было неожиданно и слегка я почему-то я не знал что он выйдет с того угла вообще-то он должен был бы там так кажется вон он и что мне надо сделать подойти к нему что ли или что ауке рубин рубин стоит на двух ногах вот эта собака вот это мимо так убегать да так спиной кстати тоже неплохо бегаю рубин бегать видимо не умеет рубин умеет только ходить куда дальше в туалет 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 да все супер ну все хана мне что он делает может быть я могу использовать мяч томми а я понял он не умеет открывать двери ой шикарно и что вон он ага но я остался без меча или мне надо было забрать это что такое кажется мертвым кажется мне кажется на 100 процентов мерт это тот самый заяц я должен вернуться за мечом томми это может пригодиться будущем он нет а где где мне его взять понятно меня сейчас учат сражаться этим монстром хорошо я надеюсь то что я не провалил момент и рубин уже где что-то было я что-то верну за у кого там рубин а а а окей это скрипт хорошо что-то что-то я пугаюсь прямо как первый раз как будто впервые сил играть бенди хоррор кажется то что рубин умеет ходить по вентиляциям довольно скриптована получается это какое-то ну не пт подобие но мне нужно ходить возвращаться места в которых я уже был чтобы трогать какие-то триггеры и придвигаться дальше и играют и понял больше берет скримерами хорошо допустим окей мы все еще не нашли томми вообще-то больше не бесит лазить вот по таким вот аналом так это кто доктор клянер кто-то там по вишню что ли висит кто-то вот и здесь а где дробовик что ты делал с этим мечом слушай единственный адекватный человек здесь вот он прямо перед нами во всей игре мне очень жаль я не хотел чтобы это произошло эти ублюдки меня не слушают выслушай меня у тебя есть способ сбежать используйте четыре переключателя чтобы открыть большую дверь и это важно последний переключатель в последний переключатель находится в умирает но как всегда по законам жанра так ну очевидно в разных этих комнатах одна из которых закрыта хорошо что в бумажке мы нашли способ ограничить подвижность рубина высоком научным методом который я не буду объяснять мы собираемся использовать комнату е чтобы хранить все шарики для экспериментов подальше от него мы также собираемся дать мальчику дробовик для проверки устойчивости образца к повреждению оружием какому нафиг мальчику мне ну так вы не на того напали я над рыбовик уже положил основательный сразу а двери периодически открываются закрываются кто там существовали мне кажется здесь есть надпись когда крылатый конь повернется путь свободы будет дарован есть еще переключатель но ничего не происходит когда я его нажимаю так мне главное чтобы рубин внезапно не выскочил пока здесь изучал локацию так вот значит выход это огромная дверь и она закрыта у него 4 фары пары реально фары окей комната е комната d комната f дохлый кляйнер комната а б а тут все а b c df тут 6 комнат в четырех из которых переключатели и в комнате е какие-то шарики ну очевидно я пойду сначала в комнату е наверное потому что судя по всему именно там я могу найти способ способы способы борьбы с рубином во первых а во-вторых тут горит зеленый свет а все инди-хорроры об одном и том же едино свет поэтому я буду умным главное чтобы это вот еще и лабиринт главное чтобы это зараза не выскочил откуда ни возьмись и не напугало меня что это о сколько мечей а это запасные что ли мечи лечу откуда играть музыка карты этого места ага окей хорошо я понял один ключ находится в b один ключ находится в d а где остальные два неизвестно нужны ли мне ключи ли мне нужны рубильники что мне нужно но случае б и d это то куда мы отправимся в начале что это надо сразу за то есть короче брошу мяч да реально я могу брать отсюда мечи то есть получается мне надо будет сейчас от этого грёбаного рубина бегать по всему лабиринту и периодически возвращаться для того чтобы взяться без здесь новый мяч но перспектива такая конечно не радужная учитывая что это падла может быть где угодно надо слушать его рык он гарантированно палится по рыку блин да это реально лабиринт долбаный маппер кем бы он ни был решил максимально все запрятать и задолбать меня со своим рубином ну ладно окей если реально он палится по рыку то все попроще но надо слушать что это ага понятно значит рубин реально будет нас здесь чизить и надо просто искать сейтспоты но где он ходит неужели он ходит по всей этой местности если да то можно просто его как бы отвлечь сбегать за мячиком и бежать нафиг в противоположную сторону кажется кстати это первый рубильник так окей вот тут я тоже кажется могу сесть супер первый есть кажется рубина то не понравилось вон он идет так он как кабану не умеет поднимать голову наверх наверх смотреть он не умеет он еще и затупил застрял или что он там делает куда он идет к что он идет ко мне кстати кажется он идет к этой долбаной лестнице он идет проверять кто нажал на рубильник ну монстр надо сказать не шибко умный и если он не умеет бегать окажется что не умеет бегать то задача упрещается потому что у меня есть спринт в отличие от него и у меня есть мячик ну и куда он делся и кстати знаете в чем прикол я не слышу рыка он нифига не рычит он только топает ну иногда всхрюкивает это конечно мне не помогает то есть я ой какой он медленный а мне кажется то что мне надо прямо знаете что делать мне кажется мне надо его триггерить и убегать от него для того чтобы не ждать 100 лет пока он пройдет потому что это капец как долго и может гипотетически быть такая ситуация в которой я просто наличию на него за углом и что-то мне подсказывает что-то мне подсказывает что он скорее всего ваншоте короче враг довольно тупой кажется мне что он он короче он кстати топ идет совсем рядом он патрулирует короче какую-то одну область и все нет ни область а точнее он идет по какой-то траектории я не слышу больше вот опыт то есть можно гипотетически вообще никогда не попасть ему на глаза просто прибежать при нажимать все рубильники и все главное не налететь на него за углом а вот это как нифиг делать очень нужно не знаю как он ходит ладно вот о чем-то подобным я и говорю я просто тупо налетел на него вот этого я больше всего и боялся как неприятно это было у меня что-то ждало душу взяло но теперь мы с вами стали сильнее потому что мы знаем что во первых гейм овер сразу во вторых смерть скорее всего всегда будет скример на в третьих умереть вообще не страшно то что весь прогресс сохраняется это просто откидывать чуть назад но это было прям внезапно вот я больше всего сука боялся именно этого больше всего носите я боялся что все будет именно так что я поверну за гребаный мать его угол и за гребаным мать его углом будет гребаный мать его этот пёс этот рубин или как его радан опять где-то здесь он туда что ли пошел да вон окей все пошел ты на хрен рубен короче ой кстати если он вот так медленно ходит реально патрулирует можно просто реально убежать очень далеко и очень не париться так я немного забыл кстати это мы были где это мы были сейчас в д это мы были в д д мне больше не нужен я все сделал но пошли сходим в и короче прямо вот вот реально прямо падла такая ведь реально гнида прямо за углом такая вот мразота был а что это так это туша какая-то корова или лошадь не знаю ну а на нем следы от зубов так я слышу бойлой собаки вот и именно так по мразотному все и получилось с тем что он был как раз за тем самым углом с который я завернул ну надо же то чего больше боялся больше всего опасался именно то и произошло но это прямо западло так темно сейф споты вообще вон он идет падла а как пресса на контру того вон собака сидит мне надо как-то туда попасть а музыка как ты меня увидел как он увидел нифига все он реально умеет бегать я еще и мяч просрал сушки я все все больше и больше узнаю об этом гребаном рубине который оказывается которому пофигу на ящике он видит сквозь ящики он еще и бегает реально в натуре бегает он здесь я кстати понял еще одну фичу то что играть музыка так ладно у меня есть идея играть музыка когда он рядом кроме того это паскуда где-то здесь короче что я слышу музыку может музыка играю только тогда когда он не видит или когда он совсем рядом как мне сюда попасть томми я вытащу тебя отсюда мне нужно пробовать действия меча чтобы понять что он дает но враг очень быстрый кстати как перелезть через это фуфло как мне вытащить оттуда добанного томми мне нужны ключи от погрузчика охренеть ключи от погрузчика чтобы вытащить эти ящики ну ладно я где их искать вон он сейчас мы попробуем мяч так давай 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 что увидел а так он еще и слепой так как у меня тогда там увидел так он еще и слепой да какая я же бросил мяч он я вообще не понимаю не могу понять этого моба во первых мне иной раз кажется что у него радиус обнаружение прямо супер маленький что было видно принципе сейчас потому что он медленно медленно потихоньку еле-еле шел но в один момент это изменяется и он просто ускоряется вот он кстати вот он стать уже ускоряется я все еще не понимал как работает на него мяч вот в чем проблемы окей все гуляй и короче мне нету никакого смысла от него прятаться потому что он прескриптован очевидно потому что он там идет прямо туда где я нахожусь потому что он там то видит меня то не видит короче мне надо реально затестить как работает на него мяч и просто бегать сделать свое дело и как только он появляется где-то рядом что-то делать с этим судя потому что он пускай заскриптованный движется все время в мою сторону делает он это нифига не быстро так с это где томми давайте попробуем сходить в давай 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 аж могу вот так обойти вот то есть он за скриптом двигаться ему сторону если он не телепортируется просто ходит можно просто делать очень быстро и прийти к успеху то есть вот мы пришли сюда я точно знаю что его здесь нет лаборатория он брал какие-то эти они все похожи но он еще бы вон он рубильник и а я сохраняюсь после каждого рубильника это удобно супер все сейчас он будет здесь сейчас его скрипт сюда телепортируют ну где же где же на эти ключи от погрузка надо быть внимательнее что они где-нибудь сто процентов лежат а если будут торопиться а я буду торопиться потому что мне нефиг с этим вот рубином возиться вообще но здесь ничего не видать он кстати здесь уже где вон он ходит мне с ним здесь нефиг делать вообще и поэтому я буду торопиться потому что знаю что он медленный что он проскриптованный все такое но мне надо найти где-то ключи которые очевидно будут очень маленькими поворачивается ли он спиной когда я прихожу нет но это вообще лошара все досвидос он меня увидел кстати все 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 пока 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 так это я был вы и по моему теперь теперь вот в б надо вот тут бы его тут должен быть какой-то ключ офисе на все еще я прошел уже пол игры нажал два рубильника я все еще не опробовал мяч слитый гибрид собаки человека часть 4 метафизические испытания показали что у гибрида есть врожденная связь со стихийными силами природы включая возможность манипулировать элементами в органической степени субъект также продемонстрировал замечательную устойчивость к физическим повреждениям и способность к ускоренному заживлению крутяк так он уже где-то здесь так ищем 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 ключа подгружка где они должны быть они по-любому лежать это в офисе умбра суждена игра прям прям для нее так 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 компы и компы компы ключи 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 ключ от клетки от клетки ключ нифига себе ключ и погружка ключ от клетки кто воутбой ключ от клетки кто-то помешался ноги на гибридизации собак и людей так вижу вон он так ладно я попробую я попробую сейчас мяч на а и все и же он повернется опять ко мне да и все то есть мяч просто заставляет его отвернуться я даже не уверен в том то что мяч заставляет его прекратить бежать за мной беру меня чейзить все иди в офис заключен супер молодец good boy good doggy play dead как сказал бы калиб ладно мне пока немного пару возвращаться за мячом убьет так убьет я по крайней мере недалеко резнуть и мы по моему уже почти все кстати мне места обошли значит здесь а я я нажал сколько рубильников 2 не найти еще ключ от погрузчика включи 2 рубильника так ну здесь склад раз здесь склад значит ключ от погрузчика где-то тут слитый гибрид собаки человека часть 5 слитый гибрид собаки человека часть 5 заключение но сус а ка су гримку гибри до каньяну хуману необходимо дальнейшее исследование чтобы полностью понять степень их способности и последствия такого слияния примечание в связи с противоречивым характером этого исследования этические соображения осторожность рекомендуется для любых будущих экспериментов спасибо конечно за информацию но уже здесь что он так быстро шлепает он чем не видит что где он короче насрать вон на рубильник так а вон он даже если он не убьет я появлюсь прямо здесь потому что рубильник вот он супер ну кстати сейчас он бы прямо за углом можно даже ему тупо даться для того чтобы просто сбросить его себя давно вылетает он сука всегда внезапно прям падла вообще космического уровня мне больше пугает вот этого скринера я знаю что мне сейчас убьет а плену все еще здесь но как быстро он вылетает как резко он хватает меня прям нервирует и здесь к сожалению нет кнопок у и е чтобы заглядывать за углом но все беда мне опять вон он пошел пошел вот это принесло ежду все 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 гуляй ищи меня там до встречи одевать что-то прилетел по-моему один пролет так остался один остался один может сейчас надо его нажать а мне надо спасти еще томми так и на что-то нажал крутится кажется это и будет 4 рубильник на я не хочу уходить без томми а где был где был томми томми был по моему вот тут вот в деда нет вон он а у меня спринт кончился а спринт надо чтобы полностью восстановился чтобы опять мог бежать охренеть так так держись томми я иду где я найду вам ключи от погрузчиков еще прикалываетесь на бегать еще по всей вот этой вот фигне заново с при самом начало какой нахрен погрузчик перепрыгни и все ты чего ты можешь приседать на ты не можешь прыгать что ли ты гонишь да он реально хочет ключ я не знаю где его кстати искать я обошел все я уже везде был и ходить сызного все это искать не представляется знала что томми у меня есть ключ и твои страны клетки но я не знаю как как где найти ключ от погрузчика сейчас короче если если без ключа от погрузчика нифига не получится это придется много умирать и просто наплевать бегать и смотреть по сторонам искать долбанный ключ потому что я я вроде все осмотрел его не видел придется тупо нащупывать его постоянно умирая на а что если в него врезаться а я сроки ладно понятно так вот самый мерзотный кстати момент здесь вон он уже чисто он идет другую сторону супер а здесь что здесь еще один проход алки там еще проходы есть кажется когда музыка становится более интенсивно начнет речать это значит что он меня заприметил давали уже запутался он ящик я я не знаю просто ключ от погрузчика очевидно должен быть на складе на складе полном погрузчиков как ты меня задолбал он уже не уйдет отсюда походу без меча да скрипт ему не даст отсюда свалить мне надо как раз туда куда вот ты можешь идти не в эту сторону а в ту пожалуйста если тебе несложно уходи во 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 вали туда вали вали хорош 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 ну нет он не уйдет отсюда факт отсюда уже не уйдет ладно поищем ключ тогда в другом месте и выкурим его заодно отсюда но будем помнить что возможно он тут а что открыла вот это кстати статуя же я провернул и чего а или после смены после смерти еще заново надо что ли запускает вон он идет но тут мне быстро настигнет конец он скорее всего сюда и пойдет потому что он заскриптован ну естественно давай короче кажется мне нужно повернуть эту штуку которая что-то откроет так он выходит оттуда идет туда еще где-то есть одно место где лежит еще одна записка кстати третья часть которую мы с вами еще не читали то есть я стопудово что-то упускаю где-то я еще не был так мне надо повернуть или это уже по нет еще не повернута все я поворачиваю иду за мечом где-то и где-то да где-то есть еще одна записка по крайней мере ну что делать вот эта хрень поворачивающаяся и аз и зачем мне особо нужны вот эти мячики которые нихрена мне не дают его шаги слышно прям супер издалека можно попробовать тут еще бы бегать хотя тут а вот тут я не был на втором этаже вот он ключи от погрузчика так близко было на втором этаже он лежал так это падла уже идет окей эти не уйдет сила но у меня есть идея на на мяч иди за ним я пошел за новым мячом и потом направо за погрузчиком из атоме и кажется то что а где рубильник 4 а 4 рубильник по моему прямо у томе реально по моему прямо у томе 4 рубильник и есть поэтому я сейчас открою томми нажму 4 рубильник сохранюсь там и все что мне нужно будет это свалить на выход кажется то что то что все понятно так погрузчик убирай скорее какой-то смысл в мячике тоже есть что-то они дают вот кон сюда не может пройти по идее ну все так вообще роскошно это еще что а окей так он он уже вон он но он ничего не сделал потому что он не умеет проходить под низкими этими пространствами так он уже идет но идет куда ох я открыл клетку так тихо опа у меня томми в руках так на на братан лови я побежал сорян бы но я побежал ладно я за мячиком все-таки на всякий случай зайду блин реально томми в руках реально собака это конечно замечательно но где 4 рубильник доктор клянер не договорил он мне до рассказал где находится 4 рубильник а все надо было просто повернуть все нет не все этот козел стопудово сейчас еще будет нацизанами я почти уверен в этом нет люди или кто это а это сутенер а это бард бар этот сутенер оказался бардом который играет нам на гитаре оля конина скипиадо о мальчик ты сделал это посмотрите на вас двоих таких счастливых это действительно счастливый конец будем надеяться что этот монстр не узнает как сбежать с объекта ну да будем слушать я реально я реально сделал это я думал собака давно сдохла ну нет не удалось реально спасти томми так 43 минуты томми спасен мяч томми мяч томми а типа а так стоп я даже не смотрел статистику ежегодно 3 9 миллиона собак бросают или отдают в приюты вы можете помочь изменить это просто взяв собаку ну понятно мораль пошла да на самом-то деле они зависят от нас да там и с кошками такая же проблема и вообще с животными там до приюты полны если вы никогда не бывали в приютах то то есть не знаю и не советую на самом деле потому что ваш мир может измениться раз и навсегда печально ужасно зрелище и очень-очень жалко сделано с юнити и блендер патроны в общем кто-то приморочился по собакам просто просто немножечко странно знаете что странно то что они дают такую мораль типа собаки попадают в приют берите собак из приюта но при этом они заводят вообще совершен совершенно какую-то странную шарманку про мутацию людей и собак и то что собака там как каким-то монстром стал и так далее это странно странно то есть посыл правильный приюты забирайте собак животных из приютов спасайте их потому что натурально это натуральное спасение есть животные которые никогда не выбираются из приютов к сожалению это печально печально это мир далеко не прекрасное цветастое место много раз говорю об этом своих прохождениях но есть совсем темные его стороны вот приюты это 1 1 наверное из них поэтому если хочется вам душещипательного чего-то своей жизни то сходите в приют вот например питере есть приют который называется брошенный ангел и просто посмотрите наверное наверное ваше мировоззрение изменится и опыт жизненный разделится на до и после но грустно все это конечно так что если у вас есть возможность да это с чем угодно работает это с детьми также брошенными работы поэтому если вы чувствуете в себе силы необходимость берите брошенных животных брошенных детей и и будьте хорошим человеком хорошим гражданином своей страны и в общем просто 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 хорошим и святым такая какая-то игра на самом деле мне понравилось кстати там статистики в конце было подсчет мяч томи я так понимаю то что эту игру можно пройти не бросая мяч вообще и задача не только спасти томи но еще и дойти до конца с его мячиком потому что мы начинаем с мячом на котором написано томи вот если ты донес тот мяч до конца то вероятно тебе какие-то преференции полагаются в общем такая игра на самом деле неплохая знаете реально неплохая она простенькая она простая по геймплею довольно простой моб и все такое но прикольная графика прикольный заход и хорошо что она коротко на самом деле если бы после вот этого этапа с нахождением рубильника было что-то еще было бы плохо я бы прямо на этом на на остановился но в целом мне понравилось я покричал по скримере все давно у меня такого не было чтобы одна игра меня так долго пугала обычно это doom который пугает таргет но вот сегодня получилось у кейнин ну вот как то так ссылка на плейлист инди-хоррор в описании под этим видео там же ссылка на дискорд канал и на телеграм-канал оставать оставлять ваш комментарий как понравилась игра вам и что вы думаете про приюты собак кошек детей людей в общем какие у вас с этим отношением что у вас есть какие-то истории на сей счет пишите будет крайне интересно почитать спасибо за то что посмотрели этот выпуск до встречи в следующий вторник на инди-хорроре пока